В Дагестане растет число пострадавших в результате взрыва. По последним данным в списке раненых 17 человек. Два сотрудника полиции погибли. Взрыв прогремел этим утром на посту ДПС Дербенте. На воздух взлетел автомобиль. Сейчас следователи отрабатывают все версии, одна из которых предварительно звучит как теракт. Мурат Магомедов передает с места трагедии. Это видео снимали очевидцы теракта. После взрыва прошло всего несколько минут. Вот, рядом с постом еще горит разорванный на две части автомобиль и еще три машины. Сотрудники МВД пытаются помочь раненым. Все произошло так. Полицейские остановили автомобиль Лада Приора для досмотра и проверки документов у пассажиров. В тот момент, когда сотрудник подошел к водительскому окну и прогремел сильнейший взрыв. В результате погибли двое. Почти два десятка получили ранения. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Все условия для раненых необходимы и созданы. И сотрудники, большинство сотрудников, вот по указанию министра внутренних дел, будут перевезения в медсанчат, где тоже есть все необходимые условия. Криминалисты уже предварительно установили личность смертника, который был за рулем автомобиля. Этот убийца, он один из тех, кто учился в Астрахани. Значит, он был уже в поле зрения правоохранительных органов. И предварительные данные говорят, что вполне возможно, что он сидел. Во всяком случае, он последний покупатель этой машины, которая была взорвана. По предварительной оценке, в машине было не меньше 30 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Услышал, короче, да, вот звук. И резко вышел. Ушел, смотрел дым. Ну, какие-то крики были. Крик, ну, они, люди кричали там, кто-то дом взорвал, и туда-сюда они кричали, не знаю. О мощности взрыва можно судить по этому искореженному куску металла. Это фрагмент автомобильной крыши. Мы нашли его в одном из дворов поселка Джимикент. От этого места до поста метров 600. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Экспертиза установит, где располагалась бомба в машине. Бывали она начинена гвоздями, шурупами и шайбами для большей поражающей силы. Выясняются все детали произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Джимикенский пост находится на федеральной трассе М29. Движение по ней сейчас закрыто. Легковушки объезжают место теракта через поселок. А дальнобойщики в километровой очереди ждут, пока снимут оцепление.